Жизнь улучшается. Малолетние дети Алины Златыска сегодня пошли в школу. Ранее мы рассказывали про Гомельчанку, которой не посчастило в Молдове, и она вернулась в Беларусь. В этом женщине помогли мясовые улады. Двойнятам и их старейшие сестры придется догонять одноклассников. По просьбе матери Алексея, Ганна и Ангелина пойдут в один класс. Учиться они будут в 75-й Гомельской школе. Конечно, учителям придется потрудиться, чтобы дети смогли упущенное наверстать. Будут проведены дополнительные, стимулирующие, поддерживающие занятия, для того, чтобы ребята могли себя уверенно и комфортно чувствовать в учреждении. Мясовые улады допомогли шмадетной семье не только с переездом и оформлением документов. Так само яны узяли на себе расходы по подрыхтовке молодших детей до школы. Новобелецкая районная организация «Союза Жанчин» забеспечила детей школьной формой. Собрали для малых и ручки. Так само шмадетной семье выделили грошовую допомогу. Мать и першоклашек оценила клопот державы. Ну, очень чисто, красивый класс, новенький такой. Ну, мне нравится. Так как мы отстали, нас будут сейчас подтягивать на уроках. У них идет неправильная осанка позвоночника. Им надо, врач сказал, что надо ходить в бассейн. Ну, так как я работаю, и у меня их трое, мне как бы не было бы времени их ходить. А хорошо, что здесь есть бассейн. Новое життя на новом месте почнется и у матей. Алена Златеска будет працевать у харчовом блоку 75-й школы.